МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Копилка добрых дел. Сегодня в Комсомольском районе стартовал благотворительный марафон именем детства во имя детства. Плати со скидкой. В Чуваксарах обсуждают дифференцированную систему оплаты проезда. Мы тряслись на БТРах. Нам небо служило палаткой. Сегодня день вывода войск из Афганистана. Дифференцированную систему оплаты проезда. В Чуваксарах обсуждают благотворительный марафон именем детства во имя детства. В республике он проходит в 21-й раз. Торжественное открытие состоялось в Комсомольском районе. Копилка добрых дел начала пополняться уже с утра. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Старт благотворительному марафону в Комсомольском районе дают не случайно. В прошлом году жители муниципалитета сообща собрали рекордную сумму – более 400 тысяч. Адресатами добра стали сотни детей. Сегодня подарки от меценатов получила и школьная баскетбольная команда. Недавно ребята стали чемпионами республики. Юным спортсменам вручили новые мячи. Мы как бы все учимся в одном классе. С 6-го класса начали тренироваться и по сей день. Баскетбол – это командная игра, из-за этого она нам очень понравилась. Средства из копилки марафона направляются на закупку препаратов для больных детей, поддержку талантливых ребят и малообеспеченных семей. Количество благотворителей увеличивается. Только в прошлом году неравнодушные люди собрали порядка 8 миллионов рублей. Участниками марафона стали более полутора тысяч человек. У нас есть программы федеральные, куда мы направляем деньги. Это обязательные, значит, 4 федеральных программы. Но с муниципалитетом мы договорились, что они лучше знают, куда направлять деньги. Где-то многодетная семья, где-то инвалидам надо помочь, где-то на школьное питание людям, которые не могут позволить себе накормить своих детей. И поэтому мы приоритет даем муниципалитетам. Общественные организации, депутатский корпус рассматривают, дают нам предложения. Председателем оргкомитета очередного марафона стал глава республики. Первые взносы в общую копилку сделали сотрудники его администрации. На расчетный счет детского фонда свою зарплату начали перечислять и депутаты. Финансовые средства, которые собирают сами жители и юридические лица, расходуются публично, открыто и все по-честному. Для того, чтобы дети радовались, дети улыбались, дети ощущали, что они абсолютно здоровы и есть к ним внимание взрослых. Организаторы уверены, в республике рыцари детства еще не перевелись. В этом году в благотворительном фонде рассчитывают собрать сумму, достаточную для реализации намеченных добрых дел. Мечты сбываются. Именно такой девиз решили дать организаторы очередному благотворительному марафону. Его итоги намерены подвести уже летом. Копилка добрых дел открыта. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. О достижениях и перспективах Комсомольского района говорили на рабочей встрече. Глава республики отметил, что у муниципалитета неплохой потенциал, но есть и нерешенные проблемы. В прошлом году в муниципалитете значительно снизились темпы строительства жилья. От намеченного плана отстали почти в два раза. Глава администрации района Алексей Самаркин винит во всем подрядчиков, сорвавших сроки строительства двух многоквартирных домов. В эксплуатацию их обещают ввести этой весной. В районе расписана и инвестиционная программа. До конца этого года здесь планируют реализовать 10 новых проектов. В основном, конечно, это в области сельского хозяйства, переработки. Мы в прошлом году 11 еще не завершенные были, на разной стадии завершений, от 30 до 90%. В прошлом году создали 35 рабочих мест, в текущем году еще 22. Понимаем, что это мало, но прорывные проекты у нас, и это получается строительство жирно-ноуческой фермы. С ХПК расфермы, 4-4, уголок военного стада. В рамках подведения итогов социально-экономического развития муниципалитетов глава республики старается побывать на предприятиях, объектах социальной сферы, встретиться с людьми. Вчера была очередь в Шумерле. В Шумерле он посмотрел, как работает комплексный центр социального обслуживания населения. Сюда приходят дети из не совсем благополучных семей, те, кто стоит на учете в полиции. Педагоги стараются понять их интересы, разнообразить досуг, чтобы ребята захотели прийти сюда еще раз. Своеобразным клубом стал центр и для взрослых людей. Для них организовывают оздоровительную гимнастику, открыли школу компьютерной грамотности. На встрече с жителями шел разговор о том, как сделать город комфортным для проживания. Работа здесь – непочатый край. Серьезные реконструкции подверглись коммунальные сети, благодаря этому сократились финансовые потери. Налажен учет и контроль за присоединением к теплотрассам, проводятся работы по экономии топливно-энергетических ресурсов, энергосбережению. Отметил Александр Зиновьев, глава администрации города Шумерля. Два градообразующих предприятия – Шумерлинский завод специализированных автомобилей и комбинат автомобильных фургонов. Делают хорошее осчисление в местный бюджет, сохраняют рабочие места. В прошлом году возобновила работу шумерлинское хлебоприемное предприятие, открылась швейная фабрика. В этом году муниципалитет займется благоустройством дворов, перечень их 50. На это будет направлено более 25 миллионов рублей. Говорили на совещании о развитии социальной сферы. В Шумерлине не хватает медицинских кадров. До 1 сентября этого года необходимо завершить переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Важной задачей остается ремонт школ и детских садов. Михаил Игнатьев подчеркнул, что образование было и остается приоритетом социальной политики. К 2025 году будет отремонтировано и реконструировано 32 школы. Создано 16,5 тысяч мест для школьников. Значительные средства направляются на создание условий для профессиональной реализации молодых людей. Уже в понедельник, 20 февраля, в столице республики начнет действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Напомню, что при безналичном расчете на троллейбусе можно будет проехать за 13 рублей, на автобусе за 14, в маршрутке за 18. При оплате наличными проезд будет на 4 рубля дороже. Сегодня в администрации города прошла встреча журналистов с владельцами маршрутов и чиновниками. Подробности у Татьяны Молоковой. Сейчас почти все маршрутки города оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда. Оплатить со скидкой можно либо банковской картой, на которой установлено специальное приложение, либо карта ЕТК. С 1 февраля чебоксарцы купили уже 19 тысяч таких карт. Но если нет ни того, ни другого, придется платить по действующему тарифу. Стоимость проезда официально повысится, но в администрации города нашли способ, который сделает, во-первых, выгодным общественный транспорт и, во-вторых, популярный безналичную систему оплаты. Валовая выручка от внедрения этой системы, она у каждого транспортного предприятия вырастет. За счет чего? За счет того, что мы понимаем, что, ну это, конечно, все прогнозно, но за 2 рубля увеличивается проезд по наличным. Мы понимаем, что 100% естественного наличного оплаты проезда не перейдет. Для крупных предприятий особенно, да, это же еще в том числе и привлечение пассажиров потока. То есть, когда снижается на рубль оплата проезда, это привлечение дополнительно пассажиров. Сложнее дела обстоят с частниками. Поведение маршруток на дороге неоднократно вызывало возмущение горожан. Администрация города, налоговая и ГИБДД регулярно проводили рейды. Кроме нарушений правил дорожного движения есть и нарушения налогового законодательства. Многие платят единый налог на вмененный доход, а это всего 15 тысяч в год. Кроме того, многие водители не оформлены по трудовому кодексу, а здесь еще одно нарушение – неформальная занятость. Мы установили в одной машине камеру и проанализировали пассажиропоток. Примерно 40% всех денег не доходит до переводчика. Вот в этом есть и как раз основная проблема у всех. Поэтому, если сделать 4 рубля скидку, все деньги дойдут до переводчика, переводчик будет процветать, он будет прибыть. Вот это основная причина. Да, некоторые переводчики отказываются от этого, потому что все деньги всплывут. И придется платить налоги. Устанавливать терминалы не согласны два маршрута – 49-й и 51-й. Владелец 49-го маршрута Валерий Захаров утверждает, что наоборот затраты увеличатся, прибыль снизится и платить водителям придется меньше. Я вышел на маршрут, я изучал этот маршрут. Я говорю, как хотите работать, по терминалу хотите, изданал хотите. Я же все-таки изучаю пассажиропоток, узнаю и умею. Но в основном 80% устраивает, как я по сегодняшний день работаю. Услышьте меня. Я сколько раз говорю, не принимайте такие решения. Не надо народ баламутить. Оставьте тариф тот. Как бы то ни было, с 20 февраля вступают в силу новые тарифы на проезд, и закон придется соблюдать всем – и пассажирам, и перевозчикам. Транспортные карты можно приобрести на главпочтамте и в офисе ЕТК на Московском проспекте. А с понедельника электронные транспортные карты будут продавать во всех отделениях Сбербанка. Там же можно их и пополнить. А если все же не удалось оплатить проезд по безналу, администрация города просит чебоксарцев обращаться по телефону 23-51-99. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Традиционный ислам не имеет ничего общего с терроризмом и экстремизмом. Способы борьбы с проявлениями этих общественно опасных явлений обсудили за круглым столом в селе Шигарданы представители органов государственной власти, общественности и духовенства. Правоохранительные органы Чувашии держат руку на пульсе событий, предотвращая опасные попытки внести смуту в общественное сознание и ограничивая влияние организаций террористической и экстремистской направленности. В прошлом году в республике было выявлено более 20 таких преступлений. Специалисты даже сформировали условный портрет людей, легко поддающихся негативному влиянию. Преступления экстремистской направленности совершаются молодыми людьми от 17 до 30 лет, со средне-специальным или неполным высшим образованием. Это в основном студенты, имеющие нестабильный доход, в основном не состоящие в раке, склонными к националистическим взглядам. Возникновение новых угроз заставляет совершенствовать работу по противодействию терроризму и экстремизму. И здесь очень важен накопленный в регионах страны опыт. Не так давно в этом убедились представители духовенства республики, вовремя предотвратив влияние участников одной из организаций, приехавших из Пензенской области. Этот момент удалось предотвратить, потому что наши имамы были уже заранее проинформированы, на то, что могут прийти такие люди с уже несоответствующей идеологией нашему традиционному исламу. Самое главное – объяснить сущность религии, для того, чтобы пробелами в знаниях не воспользовались воинствующие экстремисты, считают участники круглого стола. Наша молодежь, как драгоценность нашей будущей, мы хотим донести до нашей молодежи то, что ислам – это является религией милосердия. Ислам – это религия ненасилия. Поэтому ислам также призывает к добру. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. С дня рождения известного чувашского литературоведа, ученого и писателя Георгия Федорова исполнилось 75 лет. Сегодня в Национальной библиотеке Чувашии состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею профессора. Всю свою жизнь Георгий Иосифович отдал науке и литературе. Он автор более 250 научных работ, четырех монографий, ряда учебников и пособий. В исследованиях особое внимание уделял истории чувашской литературы и творчеству писателей. Георгий Федоров ушел от нас больше года назад. Научники и коллеги постоянно вспоминают его добрым словом. Поскольку преподаю иностранные языки, английский, немецкий языки преподаю, понятно, словарями пользуемся. А у него словарей было достаточно. Он дарил мне эти словари. По сей день берегу эти словари. Спасибо ему. Очень мирный человек был. Вплоть до смерти голос ни на кого никогда не повышал. И без того был очень тихий. Он разговаривал еще тише. Настоящий пример толерантности, как студент, как преподаватель, как ученый. 15 февраля день вывода войск из Афганистана. Эта война шла за пределами нашей страны, но она затронула многие семьи. Свой интернациональный долг в Афганистане исполняли более 5000 человек из Чувашии. 115 человек погибли. У нас в республике проживает более 3000 ветеранов боевых действий в Афганистане. Один из них, кавалер Ордена Красной Звезды Владимир Мулюков, был призван Батревским райвоенкоматом в 1984 году. Перед этим отучился в автошколе ДСААФ и получил водительские права. А на войне водил автомобили с горючим. Владимир Мулюков сын участника Великой Отечественной войны. И поэтому, когда предложили служить в Афганистане, отказаться не смог и не позволило воспитание. Все-таки солидарность. Все вместе учились, все вместе заканчивали. И тут вместе еще, вместе служить еще вместе попадем. До Пензы доехали. С этой команды нас отделили. Около 80 человек нас отделили. И нас, интернациональную команду. О боевых действиях в Афганистане и задачах советских войск говорили мало. Время было такое. Поначалу в шоферских фронтовых буднях особенным ничего не казалось. Об опасности не задумывались. До Кабула сопровождение. Когда мы ездили, не было. А потом уже только блокпосты стояли, танки. Дальше вот Газни, Гордес, Джалабад, Асадабад, Чаржова. Вот такие там, да. Гордеская зеленка чего стоила. Первый бой запомнился больше всего. Ехали в колонне, в Газни, на продуктовозе КАМАЗ-5320. В кабине повар. Как раз с его стороны дверь не открывалась. А тут неожиданно обстрел шквальный. С правой стороны стреляет. Он начал метаться. Пока одели бронжлеты были, ну пока каски, автоматы. А он без меня не может выйти. Легли около колес, отсреливались. Первый бой. Туда хранение. Вертушки прямо с этой прилетели. Нас перекрыли. И колонна, чтобы не стоять. Трассера или бочки пробиваются. Он как факел вспыхлый. И вот колонну, дальше мы поехали. Вот тогда первые обстрелы я почувствовал, что такое. А вот последний бой сохранился в памяти Владимира Мулякова лишь частично. И то благодаря рассказам боевых друзей. Разрыв колонны получился. Пол колонны поехал, половина нет. И все. Потому что после этой машины я колонну довел. Что-то остановился, говорит я. Что-то у меня случилось, наверное. Уже я-то я не помню. Тронулся, говорит. Ну, наверное, я чуть-чуть. Ну, просто съехал, чтобы колонна шла. И начал, говорит. Опять. Опять же около этого. Который барниш, который машину вывел. Опять же, говорит, около него же, говорит, я подорвался. Очнулся в госпитале. А дальше доктора и длительное лечение. И в прямом смысле становление на ноги. За выполнение особо важного боевого задания Владимир Муляков награжден орденом Красной Звезды. Контузия и тяжелое ранение обоих ног до сих пор дают о себе знать. Но, несмотря на это, он поддерживает себя в форме, занимается время от времени спортом и не расстается со своей любимой профессией, полученной еще до армии. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии, заместитель руководителя управления образования столичной администрации Елена Сахарова. Речь в программе пойдет о федеральных грантах, которые выделяются детским садам. Наши новости программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин